Раньше мы любили начинать наше видео с фразы Дорогие друзья Но это видео я такими словами не начну Не начну не потому, что я так решил, а потому, что просто не хочу И это видео, оно на самом-то деле снимается не для наших дорогих друзей Дорогие наши друзья, они и так всё прекрасно знают, они и так всё прекрасно понимают Это видео, оно снимается для тех, у кого ещё не совсем всё плохо с головой У тех, кто ещё умеет отделять хорошее от плохого У тех, кто ещё не наплевал на свою совесть У тех, у которых ещё остались какие-то, я не знаю, человеческие ценности В их душе, в их голове И которые заботятся сейчас не о том, что санкция О том, что за границей убивают людей Вот, вот для тех, у кого может быть где-то там в глубине души хотя бы Вот эти вот вещи волнуют Для них это видео и снимается Потому что я много видел в интернете Много чего нехорошего И помимо этого я также видел там очень много фраз Что, ой, много сейчас информации, сложно очень разобраться Вот, вот я вот попытаюсь помочь вам разобраться Раз вам уж, дорогие наши, так сложно Хотел бы я начать с того, что, во-первых, это видео снимается не только там Как могут подумать там для русских, да Это видео снимается для абсолютно всех Потому что информационная война, она работает на всех И в частности на украинцев И я прекрасно это понимаю Поэтому это видео снимается для абсолютно всей аудитории Я изначально не хотел его снимать Но меня на это подбили мои друзья И, в принципе, сделали они правильно Вот, потому что есть люди Мозги и мнения которых еще не поздно спасти И не поздно им показать, что на самом-то деле происходит Хотел бы я для начала начать с того, что То, что Российская Федерация пришла в Украину Со своими бойцами для того, чтобы спасать Самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР Это чушь Вас, как зовут? Сокол Дмитрий Витальевич Сокол Дмитрий Витальевич Вы этим работаете? Где же не военный? Нет, не военный В школе работаю, ремонт папсу У него здание школы, слесарь Слесарь Как Вы остановились тут? Так же самое В субботу с работы позвонил завхоз Сказал, как на споры собраться и приехать в военкомат Никто ничего не знал Ваши близкие знают где? Нет, я сказал, на учениях Вы думаете, что Вы научились? Вы знаете, что в Украине сейчас появляется? Ну, уже наслышали Вас, как зовут? Волков Александр Викторович Вы тут тоже в Горлевце мешкаете? Так В кем Вы працуете? Сторожем В технику В технику Боже, Вы все освятятые, край Богу милы Они мобилизируют там Всех Мужчин, которые им кажутся пригодными Ну и немного по поводу армии Вашей могучей Которую Ваш царь и вождь отправил сюда Посмотрите Кого он сюда отправил? Я, ну, в общем Ну, я не знаю, где я нахожусь В общем, в плену Все нормально Меня никто не бьет Кормят Все хорошо Это молодые пацаны Которым по виду нету даже 30 лет Вы отправили цвет нации тупо на убой Потому что очень многие не вернутся домой Это уже абсолютно, по-моему, очевидно Это, блядь, хит, нахуй Пиздец, 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 технику, блядь Охуеть Эти люди, они не могут уследить даже за своей техникой И проблема в том, что им даже не дали нормальной еды Российские солдаты, блядь Обращаюсь к вам Вам и, наверное, вашим матерям Какими надо быть дебилами вашим генералам Чтоб, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками Сейчас февраль 22-го года Вы в Украине Вы погибаете в Украине непонятно за что И вас еще, блядь, снабжают вот этими, сука, просроченными пайками В итоге они мародерствуют, выметают магазины Выметают прилавки в тех местах, которые они занимают Это сильно похоже на какую-то точную операцию Под демилитаризацией Или как вы любите это называть Не сильно Если не хватает пайков на солдат Ну, это уже, это как по мне Не очень хорошо спланированная И точная какая-то операция Подумайте, пожалуйста, кого вы на смерть сюда отправляете И это еще не все Стой на вас, мужики К вам домой никто не приходил Вы на нашей земле сейчас Мы не у вас Мужики, возвращайтесь домой Я на своей земле И мы на своей земле Я хочу, чтобы мы разговаривали Мы на нашей земле Эти люди считают, что они приехали к себе домой Ну и при том, что Украина, я напоминаю Это независимое государство Это даже не Крым, который вы себе отжали Это даже не республики, которых вы понасоздавали По всей Восточной Европе Это не Приднестровье Это не Карабах И не ЛНР И ДНР Это суверенное государство У которого есть границы Вы приехали не к себе домой И проблема в том, что Вы приехали сюда стрелять людей Снимал это не солдат вооруженных сил Украины Потому что солдаты вооруженных сил Украины Живых или неплененных солдат Как бы жестко это ни звучало Они не снимают Они их снимают только после боя Ну или то, что от них осталось Это был гражданский Гражданский, которого скорее всего Больше нет Вот Поэтому если вы до сих пор свято верите в то Что здесь какая-то точная военная операция проводится Это не так И ваши бойцы наносят разрушение Ваши бойцы убивают гражданское население И в конце этого видео я хотел бы обратиться К тем, кто сейчас находится в мирных городах России И с давних пор даже Беларуси Да, к сожалению К сожалению, Беларусь уже тоже втянута в эту историю Я сейчас не буду говорить, что Не буду просить вас выходить на какие-то митинги И свергать власть ради нас Как это делают очень многие Потому что я трезво понимаю, что многим из вас на нас Похер Я буду просить вас это делать ради вас Потому что ваша власть отправляет сюда Ваших мужей Ваших отцов Вашу власть не заботит То вернутся ли они домой живым Если они им даже еды не могут дать Нормальной И поэтому позаботьтесь о своих Если вы не хотите выходить на митинги ради того, чтобы спасти Украину Потому что вам страшно Выходите на митинги для того, чтобы спасти своих людей Значит, рано или поздно Я не знаю Может быть, даже и некого будет спасать У вас не так много народу, как кажется И я не уверен, что вы действительно хотите жертвовать Своим населением ради достижения каких-то целей своего правительства Задумайтесь над этим Спасибо за внимание Спасибо за внимание